я всех приветствую на своем канале сегодня у нас обзор рюкзака от фирмы patagonia модельный ряд черная дыра пытаюсь тут подсветить так чтобы был виден логотип без отражения но у меня чуть не получается прошу прощения как получается емкость данного рюкзака составляет 32 литра мы видим отличие данного рюкзака от того рюкзака на который у меня был уже обзор мы видим отличие здесь вот такая вот рукоятка длиной порядком около 18 сантиметров две так называем вот эти стропы молли кармашек здесь вот для каких-то книг тетради более широкий карман давайте произведем замеры поскольку как я уже говорил ранее размеры отличаются ну давайте возьмем вот так вот мы видим что размер порядком 20 сантиметров ну где-то около 20 сантиметров смотрим ширину дна ну ширина дна приблизительно составляет тут мне подушки наложены 27 сантиметров просто я когда читал вчера характеристики я не мог понять в чем же отличие но отличие есть отличие от 25 литровой версии представляется тем что здесь мы имеем более глубокое расстегивание что позволяет нам вложить сюда большее количество вещей в 25 литровой версии расстегивается до сюда вот ну так приблизительно также отличием от версии 25 литров является то что мы видим имеем основной карман для хранения документов может быть кошелька потом отдел основной и третье это отдел для ноутбука и планшета 25 литровой версии только два отсека вот этот верхний хранения там каких-то кошельков каких-то документов и основной то есть данных 32 литровой версии присутствует еще и отдел для хранения для хранения ноутбука планшета так что тут еще имеем мы имеем здесь гидрант гидранта такое вот отверстие куда мы можем разместить трубку для гидратора если мы сюда не будем может ноутбук или планшет то есть двойное назначение здесь также покрыто такой я не знаю возможно ошибаюсь типа наш пленкой здесь аналогично имеется байки кей собачки вот эти вот ну какие молнии сами здесь мы имеем логотип такой patagonia вот этой лямки здесь тоже так называемая наш пленка мы видим простопана сетка я не знаю если что исправьте меня здесь мы видим в такую вот защелку который фиксирует наш рюкзак и он не сваливается при ходьбе то что у кого-то допустим перекошенные плечи бывает и как-то правильно в анатомии называется поэтому проблема со скальзывания так ну давайте я сейчас расстегнуть всякие покажу что тут мы имеем мы имеем здесь следующее имеем основной отдел ну хотелось бы предостеречь здесь я не советую хранить ключи поскольку вы просто напросто продыряете эту ткань если хранить ключи то какой-то дополнительном мешочки типа кожаным таком как у нас продаются здесь мы видим произведем стык тканей основной отдел здесь у меня для объема положены подушки уже говорил немножко ранее немножко по скриповой ткань здесь мы видим отсек чуть чуть побольше внутри здесь только имеем один кармашек данный кармашек он предназначен для хранения ключей здесь ткань немножко поплотнее немножко здесь мы имеем вот такой вот карабинчик пластиковый замки уверенные тоже вайки окей можете посмотреть японский бренд внутри все хорошо обшито кармашек больше нету карманчиков вот так вот выглядит это ткань ну а типа как армированные а может не типа на самом деле армированный но он конечно отличается потому что визуально на видео как-то вам покажется что никак не отличается но хочу вас разуверить он отличается самом деле потому что размеры на некоторых сайтах даются неправильные вот мы видим как отстегивается данный тек здесь мы имеем место также для хранения планшета ткань внутри такая вот типа махристая но сюда цепляется здесь обыкновенная ткань минусом про который говорили многие америкосы обзорщики является карабин который может царапать ваш ноутбук лучше было бы здесь использовать велкро эту липучку здесь мы видим аналогичную аннотацию на многих языках к сожалению кроме русского языка написано one size сшито во вьетнаме тут видим снова множество языков кроме русского основа не любят русскоязычного населения не почему-то видным возможно запилена под американскую территорию ну и тут видим снова такое предупреждение что оторвать ее можно только после того когда данное изделие придет к консюмеру я вот даже не на это слово переводится здесь видим содержание полиэтиленную пленку полиэтилен винилоцетат шито все внутри аккуратно как вы видите все местах армирования идет зигзаг все как-то так будем пользоваться смотреть как на самом деле снова я повторюсь поведет себя материал потому что у меня есть опыт пользования татонковскими изделиями там вот эта вот резина просто отвалилась но там структура была другая может америкосы как-то более качественно сделали не знаю посмотрим но как-то писал одному американцу сказал что два года все нормально написать могут многое так что кому интересно задавайте вопросы всем отвечу у меня честные обзоры мне никто за это не платит поэтому всех благодарю за те малочисленные просмотры но по крайней мере не есть вот всем огромное спасибо и всем всего хорошего благодарю за просмотр